Если бы вы знали, как долго я выбирал карту, реальных дня два, но я не понимаю, как всё это время мимо меня проходил этот шедевр, который просто говорит мне, Тёмин, это твой любимый кошмак, пожалуй, на этом прохождении и остановимся, надеясь, надолго. И думаю, все мы любим наблюдать за тем, как пашется земля, собирается урожай, либо просто работает много техники на больших полях. Но так как мы начинаем путь с 18-летнего паренька, без справок и хоть немножко ума, предлагаю сперва освоиться в селе, в селе Владимировка. Это я, Артём, а это ключи от моей первой машины. Да уж, не так я себе представлял подарок на 18 лет. Зачем он мне? Чтобы добираться от дома до фермы моего деда. Вся наша семья зависит от него, и сегодня он берёт меня к себе на работу. Я так долго этого ждал. Годами играл в игры, и наконец-то смогу работать на настоящей технике. Я завёл свою ласточку. Я завёл свою ласточку. Так, главное не паниковать, и вовремя приехать на свой первый рабочий день. Поэтому я дождался служебной развозки и отправился на автобазу. Сейчас половина восьмого, а значит успеваем. А вот мы и подъезжаем к маленькой империи моего деда. Знакомьтесь, Тарас. Жёсткий мужик, но хозяйственный. У него есть всё, что надо для типичного деревенского хозяйства. Рабочий с бадуна, техника, которой родимых запчастей осталось меньше, чем новых, и вся необходимая инфраструктура. Какова моя цель? Да хотя бы не налажать. Первым моим заданием было отправиться в карьер вместе с одним из его водителей. Тот ещё задира. В кабине недавно купленного с рук газона уже отваливался потолок и выбивала передача. Но думаю, я справлюсь. Уже за дядь Коли я отправился в карьер, где много ума и силы не понадобилось, ведь просто можно было подержать под ленту. Загрузившись песком, мы ехали в другой посёлок, где продавали его куда дороже. По-моему, отличный способ зарабатывать на пока ещё простаивающих грузовиках. Да уж, а я надеялся, зерно буду возить и в поле работать. Но надеюсь, моё время ещё придёт, ведь пока что только начало весны. А пока мы продолжали заниматься этим до самого вечера, за что получил от своего любимого деда тысячу гривен. Ну неплохо, и надеюсь, совсем скоро у меня получится сесть за руль трактора, работающего в поле. А пока что я поволокнули в развозку и отправился домой. Запорожец всё ещё не заводился, а пёселя я покормил. Ну что, соблюдим традицию, кличку ему в комментах придумайте. Хозяйства у меня пока что не было, поэтому я помылся, поел и спокойно отправился спать. На следующий день я был заряжен энтузиазмом и новыми силами. Уверен, сегодня всё получится. Мой запорожец завёлся. Ура! Но бензин в баке заканчивался, поэтому сперва пришлось заехать на АЗС, где потратил последние деньги на несколько литров топлива и стаканчик кофе. Ух ты какая! А вот и наше место работы. Ну что, дедуль, смотрю, трактора заводите? Можно с вами? Как же я ошибался. В этот раз трактора действительно занимались работой в поле, но вот грузовики простаивали и меня отправили в лесхоз помогать валить лес. Благо здесь тоже особо рвать спину не пришлось, ведь все поваленные ели стягивались тросом к устройству для околки дров и на ленте колоты дрова сыпались прямо в кузов моего газона. Вечером я получил 800 гривен и хлопок по плечу. По всей видимости, моя зарплата зависит от настроения деда. В целом, я был доволен и тому, что наконец-то получаю собственные деньги. Но так прошло всё лето. Совсем скоро сентябрь, в котором я собирался идти учиться на тракториста. Но пока я буду просиживать уроки, хорошо было бы, чтобы в это время я продолжал зарабатывать деньги. Ведь в планах было как можно скорее купить свой первый трактор. И не быть зависимым от дедули. После одного из рабочих дней я вернулся домой пораньше. Помыл свою ласточку, мочалкой и начал планировать свою собственную мини-ферму. Так, что же из себя представляет ферма? Это поля, животное и производство. Давайте по порядку. Да уж, на поле в виде усохшей картошки далеко не уедешь. А я ведь и забыл о ней, пока работал. В виде животных я мог прямо сейчас обзавестись курами. Изменить цену цыплят не вышло, поэтому пришлось обыграть. Я решил закупиться тридцатью цыплятами. И на пять тысяч дед привез мне газон зерновых отходов, которыми я планировал кормить курей первое время. Решил высыпать его на заднем дворе. Снял сексу с забора, купил тачку, лопату и всё необходимое. И отправился кормить курей. Откуда у меня пятьдесят тысяч, это мои честно заработанные за всё лето. Почти две тысячи долларов. Их я и планировал использовать для развития своего собственного хозяйства. Сомнительно, но окей. Когда кормушки курей были заполнены, я вернул инструменты на место. И решил организовать своё первое производство с пассивным доходом. Как же круто звучит. А на деле обычные фруктовые деревья. В моём дворе было два огорода. Один из них отлично подходил для работы трактором. Второй же я решил использовать для высадки сада. Для этого мы можем заказать постройку полноценного сада. Либо высадить отдельно каждое дерево. Как выгоднее, не знаю. Но пока что денег хватало лишь на отдельные деревья. Выбрал вишню. Ведь всегда в детстве лазил по деревьям. Нарывал пару вёдер, нёс на рынок и продавал их за пару сотен. Что позволяло сходить на аттракционы, либо запастись мороженым на неделю. Кушать его и представлять, что я какой-то бизнесмен. Но вот сейчас уже всё серьёзно. Высадка и уход за одним деревом под технологией обходилось мне в 3000. Решил высадить 6. Затем пришло время запастись всем необходимым для ухода за садом. Это вода, навоз и поддоны. Если что, мод я постоянно корректировал. И к концу цепочка производства выглядела вот так. Вишню в 8 раз дешевле, а ресурсов вдвое меньше. Всё по моим любимым правилам. Если хотите скачать мою версию модов, где и цены под реал, и заработок не 1 миллион в месяц с одного дерева, то скачать сможете по ссылке в описании. Как всегда. Первым делом я отправился за навозом, чтобы удобрить почву подсаженцами. Делать это моим запорожцем либо тачкой не вариант. Отправился к деду. У него попросил газон, который он с радостью предоставил, так как был рад видеть меня при деле. Можно было бы воспользоваться трактором, но он медленнее и за прицепом ехать не охота. Уже с помощью газона я добрался до точки покупки навоза. Ею оказалась большая ферма крупного рогатого. Здесь тоже особо гнуть спину не пришлось, но заплатил более 6 тысяч. Надеюсь, 5 кубов хватит надолго. Хотелось бы отметить, что карта выглядит просто огонь. Погружай тебя с ногами. Но с таким реализмом приходится считаться. И ездить туда-сюда минут по 10. Напоминает мне мой любимый кошмак. Дома я снес мешающий пролёт из забора. Высыпал навоз. И отправился на базу, чтобы вернуть грузовик. После чего уже на своей машине вернулся домой. Машину решил убрать в гараж. Без завтра уже на учёбу. И ездить уже никуда на ней не буду. Вернул забор. Затем заплатил несколько тысяч за проведение государственной воды в ту часть двора, где располагался сад. Дома, конечно же, колодец есть. Ну а сушать его поливкой деревьев не хотелось. После чего с помощью бочки развозил воду в хранилище. Под каждое дерево. Воду, кстати, тоже сделал реалистичнее. Где куб стоит примерно 20 гривен за куб. Но никак не 300. Заполнив хранилище водой, я начал разводить под каждое дерево по две тачки навоза. А под донами пришлось закупаться. На что потратил все оставшиеся деньги. Зато теперь сад был полностью готов. И пока я буду на учёбе, деревья будут расти. Конечно же, производство вишен активировать будем с весны по осень. Я покормил пса и отправился готовиться к первому учебному. К счастью, училище было прямо в нашем посёлке. Поэтому после пар и по выходным я ухаживал за птицей и садом. В январе была пара недель каникул. На протяжении которых я решил полностью отдаться хозяйству. Это как минимум фасовка яиц на поддоны и пополнение кормушек у кур. Денег почти не было. А жил я на стипендию. Поэтому решил получить свой первый доход. Грузиться на багажник Запорожца оказалось плохой затеей. Пришлось ехать к знакомому дедушке, механику Алексею. Он с радостью помог приделать машине фаркоп. И взял всего 300 гривен. За само прицепное. Найденное где-то в куче металлома на базе. А на оставшиеся деньги я арендовал на день такой прицеп у дядь Коли. Водителя нашей бригады. Уазовский прицепщик был большеват. Но ничего. Уже в него я смог погрузить 3 поддона яиц. И отправился продавать куда выгоднее. Если что, сложность я выставил тяжёлую. Но даже с ней цифры были большими. Но надеюсь реальными. Точек сбыта также было много. Особенно школьных столовых. Я наверное был единственным студентом своего ПТУ. Который привозил и продавал в столовую свою продукцию. А в итоге за 4 месяца ухода за курами мне удалось заработать 140 тысяч гривен. Или где-то 4 тысячи долларов. Конечно же по курсу 2018 года. Когда происходит событие. После я вернул прицеп. И решил немножко отдохнуть. Поработать ещё успею. Следующей остановкой был июнь. Это конец первого курса. Третий разряд тракториста в кармане. Но впереди много работы со своим хозяйством. А ещё. Обязательная практика на тракторе. А значит дедушка просто должен будет посадить меня за руль. Но за руль, который соответствует моему разряду. Я вновь пополнил кормушки курей. И пришло время собирать урожай свечнёвого сада. Конечно же никаким автомобильным прицепом столько товара не вывезешь. Поэтому я отправился в магазин. Для аренды грузовика. Вперва я терялся. И даже не знал где это сделать. Даже припёрся зачем-то в дилерский центр. ХТЗ. Прикольно тут. Но грузовика я здесь не нашёл. За этим пришлось ехать к уже знакомому Алексею. Через него поступала вся новая техника в село. За целых 10 тысяч я арендовал Мерседес с модульной платформой. Была попытка использовать будку, но она бахалась. К тому времени водительское удостоверение с категорией под лёгкие грузовики у меня было. Я аккуратно заехал во двор, где меня ждали 60 поддонов с вишней. Надо было сделать их дороже, но в меньших объёмах. Ведь грузить такое количество поддонов было не очень весёлым занятием. В этот раз были погружены и поддоны с яйцами. А так как весь мой товар очень хрупкий, особенно вишни, приходилось грузиться в один этаж. А это дополнительные ходки. Развозил товары я по разным точкам. Преимущественно это были столовые школы, закусочные и просто жители посёлка. В этот раз основную часть захода составили яйца. Но так как сейчас сезон и у людей и так полно такого добра, цены сильно упали. А ближе к середине дня я погрузил крайние поддоны. Продал их и мой бюджет вырос до почти 600 тысяч гривен. Или 20 тысяч долларов. Это близко к той сумме, которая нужна была для покупки собственного, пусть и БОшного трактора. Какого? Это уже решать вам в комментах. Впереди меня ждёт заработок нужной суммы, практика в полях дедушки и ещё один курс в училище. А пока, думаю, я достиг хороших результатов, как для 19-летнего паренька. Обязательно отмерьтесь лайком, ведь от этого зависит частота и количество роликов. А подписка поможет не пропускать их. Справа лучший комментарий из-под прошлого видео. Спонсоры и донатеры. Спасибо за просмотр и пока вы лучшие. Субтитры сделал DimaTorzok